Новое видео выходит каждый день в 20.00 Продажность в сегменте GTA Samp YouTube Вы знаете, я бы не записывал ролик на эту тему, если бы меня в самом деле не заставили То есть меня почему-то увеличивают каким-то белым рыцарем YouTube, который всех критикует, который как-то там ненавидит рекламу и так далее Но, вы знаете, в последнее время я поумнел Я в самом деле поумнел, я подумал, типа, ебать, чуваки, вы че? Типа, ну вы серьезно, вот мне скидывают людей, говорят, ебать, он снимал на том проекте, потом он перешел на тот проект, сними на него разоблачение и так далее Во-первых, я не делаю никаких разоблачений, я никого, блять, не разоблачаю Максимум, что я делаю, это как-то троллю, как-то там еще что-то делаю в обзорах и так далее Но я никого никогда не разоблачал и разоблачить не буду, потому что это глупо, это тупо, это непонятно, зачем, для чего это делается У меня до сих пор какие-то вопросы, терзания и так далее Я не понимаю, чуваки, я в самом деле вас не понимаю Но вот когда мне просто вот говорят, смотри, вот он снимал на том проекте долгое время А сейчас он переходит на тот проект, типа, ебать, он продажный, ебать, как он смог и так далее И многие люди в моем сообществе рофлят, типа, ебать, ты продажный и так далее Но я понимаю, что это рофлый, я понимаю, что люди на полном серьезе так не говорят Потому что пишут максимально смешно, максимально рофлого и так далее Но вы знаете, многие люди же серьезно думают, что там человек как-то продается Что что-то там вот так вот, вот он делает все плохо, он все делает ради денег и так далее Вы понимаете, что у нас вот капитализм, у нас не социализм, у нас не что-то там еще, у нас капитализм А капитализм подразумевает то, что каждый зарабатывает так, как он может И нету ничего плохого в том, что человек хочет заработать себе деньги, каждый зарабатывает как хочет, каждый зарабатывает как может, если человек никого не наёбывает, если человек ведёт там какую-то справедливую борьбу и так далее, справедливую конкуренцию и так далее, на GTA, сам ютубе не накручивает и всё такое, и, то есть, зачем? Какие, блять, разоблачения? О чём вы вообще говорите, чуваки? Вы хоть понимаете, чё вы, блять, такое говорите, разоблачения? Ладно, ладно, разоблачения, возможно, они не так уж и плохи, когда разоблачается действительно что-то жёсткое, действительно что-то там годно разоблачают и так далее, действительно давно уже нужно было это разоблачить, не многие об этом знают, но я, я не делаю каких-то разоблачений, мне непонятно, когда чуваки такие, типа, ебать, вот чел снимал на том проекте, потом он перешёл на другой проект, и что? И что с этого-то, блять? Человек хочет заработать деньги с ютуба, он не хочет работать там где-нибудь на заводе и так далее, пусть зарабатывает деньги с ютуба, это хорошо, это правильно, ютуб не запрещает, он не рекламирует на ёб, он рекламирует какие-нибудь сервера в сампе и так далее, почему бы это не прорекламируют, почему бы на этом не зарабатывать? Каюсь, каюсь, у меня в первых самп-обзорах, если вы посмотрите, я обвинял людей в продажности, в том, что они рекламируют какие-то сервера и так далее, каюсь, был дебилом, говорил полную хуйню, сейчас осознаю, что реклама это заебись, когда ты можешь что-то делать, то, что тебе нравится и получать за это деньги, это охуительно, к этому должны все стремиться, для того, чтобы на своём хобби можно было зарабатывать какие-то деньги, пусть малые, пусть ещё какие-то, но это охуительно, когда ты делаешь то, что тебе нравится, делая то, что ты делаешь, ты можешь зарабатывать деньги, это классно, у нас капитализм, опять же повторюсь, позволяет всё это делать, я не вижу ничего плохого в том, когда человек уходит на другой сервер из-за более выгодных условий, ну да, ну да, вы прокачивались ради этого человека, но вы не должны были это делать, вы просто понимаете, ютубер, это площадка, это площадка, на которой размещают разнообразные рекламные материалы, разнообразные рекламные ролики и всё прочее, он за это получает деньги, а вы, в свою очередь, знакомитесь с каким-то новым сервером, с каким-то новым продуктом и так далее, и только вы решаете идти туда или нет, а если вы идёте покорно туда, куда вас зовёт ваш дорогой ютубер, то вы долбоёб и еблан, и хуесос, и пидорас, и вот как вас только можно не назвать, то есть, если у вас нет своей головы на плечах, вы, то есть, ну я не знаю, и у вас нету какого-то своего мнения насчёт того, куда можно идти, а куда нельзя идти, куда мне, где мне нравится играть, где мне не нравится, вы просто идёте туда, куда вас зовёт свой ютубер, то типа, ну вы долбоёб, и вы созданы для того, чтобы вами пользовались, и чтобы вас воспринимали просто как циферки на канале, то есть, допустим, идёшь туда, вот, циферки растут, идёшь туда, циферки уменьшаются и так далее, то есть, многие GTA, сам ютубер, практически вся верхушка GTA, сам ютубер воспринимает вот этих вот подписчиков не как людей, не как зрителей, а как циферки на канале, типа, циферки растут, значит, нормально, циферки не растут, значит, я делаю что-то плохое, что-то неправильно, нужно как-то переосмыслить, сделать что-то по-другому и так далее, но, чуваки, понимаете, то есть, опять же, опять же, я повторяюсь, У нас капитализм. Можете потом в комментариях написать, сколько раз я сказал, что у нас капитализм. И поэтому нормально, когда человек хочет зарабатывать деньги. Это абсолютно нормально. Просто понимаете, у кого-то порог того, сколько он может разместить рекламу выше, у кого-то ниже. Кто-то может разместить миллиарды рекламы. Кому-то стыдно два преролла в ролик вставить, чтобы сам ролик был на рекламном сервере, и ты еще вставил преролл. Мне кажется, что это высшая степень нагляжа лично в моей системе ценностей. Если ютуберу от этого как-то ни горячо, ни холодно, он вставил рекламу, он заработал деньги, он вас никак не наебал, он вам только посвятовал какой-то классный сервис, какую-то классную игру, какое-то классное приложение и так далее, то почему бы нет? Почему бы нет? Он заработал с этого деньги. Не нравится? Промотай рекламу. Нравится? Посмотри рекламу, зайди там, скачай приложение по ссылке, или там зайди на сервер, или там, я не знаю, вступи в группу ВКонтакте. Это охуительно. Просто понимаете, мне совесть не позволяет вставлять две рекламы в один видеоролик, потому что, ну, на основном канале. Наверное, я в скроме времени буду так делать, потому что основной канал это полная помойка и полная парашина, которой только зарабатывать в последнее время и можно. Если кто-то будет предлагать прероллы там и все прочее, ни от чего отказываться не буду. Буду абсолютно все вставлять, потому что мне похуй. Потому что в самом деле, блядь, на том канале уже не люди, на том канале уже циферки. Просто циферки, которые там, там, типа, делаешь ролик, они подписываются, делаешь ролик, они там уменьшаются. Там чаще всего, конечно, уменьшаются циферки подписчиков на том канале тогда, когда я выпускаю ролик. Типа, чуваки вспоминают про меня, вспоминают, что есть такой канал, либо просто не понимают, откуда он в подписках, просто отписываются. Это вполне нормально, это хорошо. Так вот, давайте подытожим, давайте подрезюмируем все, что я тут сказал, продажность, продажный ютубер и так далее, это нормально, это нормально, когда человек хочет получить за свои труды оплату, это нормально, когда человек переходит с одного проекта на другой заработать деньги, это все более-менее нормально, ненормально, когда ты ради денег как-то меняешь свои принципы, меняешь свое мнение, либо же, либо же из всей рекламы в GTA Самп Ютубе есть одно исключение, рекламируйте все, что угодно, стилеры, блять, сборки со стилерами, все, что угодно, но если ты рекламируешь Evolver HolyPlay, ты продаешь свою мать, ты просто продаешь свою мать Максимке Кудрявцу, просто вот, чтобы вы понимали, плюс-минус, единственное, за что я вас престижу, если вы будете там как-то заниматься ютубом и так далее, если вы будете рекламировать Evolver HolyPlay, все, кто рекламирует Evolver HolyPlay, пидорасы, продавшие свою мамку, я вам сказал, чуваки, потому что рекламировать Evolver HolyPlay не уважает себя, когда есть большинство нормальных серверов, когда есть много всего рекламировать воров и обманщиков, Обманщиков, это хуёво. Жуликов, воров и обманщиков. Просто вот как Эволверу Липлей. Это именно жулики, воры и обманщики, скажу ещё раз. Рекламировать их, продать им свою мамку. Продать мамку, в частности, Максиму Кутревцеву, для того, чтобы он их ебал. Если вам нравится торговать мамками, если вам нравится продавать свою мамку, безусловно, рекламируйте Эволверу Липлей. Ничего плохого, нет, вернее, всё будет с вами плохо. Я буду думать о вас как о последнем куске говна, но если вы хотите, можете рекламировать. Почему нет? Почему нет? Ну, в самом деле, деньги не пахнут. И если вам от этого ни горячо, ни холодно, ни горячо, ни холодно от моего осуждения и так далее, то рекламируйте Эволверу Липлей. Конечно, почему нет? В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Сампо-обзор 1 сентября в 20.00. И, кстати, это последний ролик перед сампо-обзором, насколько я помню. Поэтому ставьте сразу после этого видеоролика, там начинается премьера. То есть вы можете записаться на премьеру, там нажать колокольчик и всё прочее. Вот. И поэтому вы не пропустите премьеру, там, я не знаю, завтра. Это уже получается в 20.00, 1 сентября. По идее, должно быть завтра. Вот. И если всё правильно, если я всё правильно выложил, если я не накосячил, то завтра, 1 сентября в 20.00. Обзор. Нажимайте колокольчик, приходите на премьеру, смотрите обзор до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. И до обзора, кстати, на премьере вы также можете писать что-либо в комментарии. В общем-то, ладно. Сампо-обзор 1 сентября в 20.00. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!